Здравствуйте! Тема урока «Геоинформационные системы». Сегодня на уроке вы узнаете особенности методов дистанционного зондирования. Традиционная географическая разминка. Вспомните, условные обозначения каких полезных ископаемых изображены на рисунках. Заслуживают похвалы те, кто правильно указал условные обозначения. На уроках географии в девятом классе вы изучали методы дистанционного зондирования Земли, или как их сокращенно называют в научной и популярной литературе ДЗЗ. Дистанционное зондирование Земли – это наблюдение поверхности Земли наземными, авиационными и космическими средствами, оснащенными различными видами съемочной аппаратуры. Съемочная аппаратура может размещаться на различных платформах, космических объектах, спутниках, станциях, самолетах, вертолетах. Аэрофотосъемка ведется с любых высот в пределах потолка летательных аппаратов, достигающих 10 километров. Космическая съемка ведется с дистанции от 100 до 400 километров. Следовательно, изображения, получаемые с космических аппаратов и летательных аппаратов, будут иметь различные масштабы. В современном понимании термин «дистанционное зондирование Земли» в основном относится к технологиям воздушного или космического зондирования местности. Цели дистанционного зондирования Земли – это обнаружение, классификация и анализ объектов земной поверхности, а также атмосферы и океана при помощи распространяемых сигналов, например, электромагнитной радиации. Дистанционное зондирование Земли осуществляется с помощью специальных приборов – датчиков, которые могут быть пассивные или активные. Пассивные работают с использованием естественного, отраженного или вторичного теплового излучения объектов на поверхности Земли, обусловленного солнечной активностью. Активные – используют вынужденное излучение объектов, инициированные искусственным источником направленного действия. Их осуществляют радары, лидары, сканирующие лазеры, микроволновые радиометры. Основными объектами дистанционного зондирования являются погода и климат, куда входят облака, осадки, ветер, турбулентность, излучение, элементы окружающей среды – газы, аэрозоли, электричество, атмосферы, океаны и моря, морские волнения, течение, количество воды, лед и земная поверхность. Растительность, геологические исследования, изучение ресурсов. Дистанционное зондирование Земли позволяет получить данные об опасных, труднодоступных, быстродвижущихся объектах, проводить наблюдения на обширных участках местности. Методы дистанционного зондирования Земли пришли на смену дорогостоящим и сравнительно медленным методам сбора информации с поверхности Земли. Примером использования дистанционного зондирования Земли может быть мониторинг и контроль вырубки лесов Государственного лесного фонда Республики Казахстан, а именно оперативное выявление вырубки леса с заполнением атрибутивных данных, определение законности и планирование вырубок. Поскольку ДЗЗ позволяет получить любую информацию обо всех областях Земли, включая поверхность океанов и морей, сферы применения данного метода безграничны. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, география, геология, гидрология, океанография – вот неполный список сфер применения данного метода. Процесс получения и анализ данных дистанционного зондирования В сельском хозяйстве исследователи получают информацию о состоянии угодий и урожая, идентифицируют сельскохозяйственные культуры, получают информацию об обрабатываемых землях. Применение методов дистанционного зондирования земли в сельском хозяйстве. Точное управление и мониторинг результатов ведения сельского хозяйства. Оптимизация использования химикатов. Оптимизация фермерского хозяйства. Разработка и реализация мелиоративных работ. Определение местоположения урожая и степень истощения земель. Применение методов дистанционного зондирования земли для мониторинга лесного покрова. Определение и разграничение различных типов лесов. Измерение и характеристика территорий. Тип деревьев, высота, плотность. Мониторинг ситуаций с лесными пожарами. Отображение изменений в лесном покрове. Текстура, плотность листьев. Перед вами пример спутникового мониторинга вырубки лесов Амазонии. Средства для отображения изменений в лесном покрове. Мультиспектральные изображения. Для точной идентификации видов необходимы данные с очень высоким разрешением. Многоразовые снимки. Для получения информации о сезонных изменениях различных видов. Радары. Для получения изображений при любых погодных условиях. Стереографии. Для разграничения видов, оценки плотности и высоты деревьев. Представляют уникальные виды лесных покровов, доступные только через ДЗЗ. Лидары. Для получения трехмерной структуры леса. Обнаружение изменений высоты поверхности земли и объектов на ней. Методы дистанционного зондирования земли применяются при определении физического состояния поверхности земли. Леса, пастбища, дорожного покрытия, ландшафта и т.д. Устанавливается система классификации земельного покрова, включающая в себя уровни и классы земель. Уровни и классы должны быть разработаны с учетом. Целей использования на национальном, региональном и местном уровне. Пространственного и спектрального разрешения дистанционного зондирования. Запросов пользователей. Обнаружение изменений состояния поверхности земли необходимо для обновления различных карт. Изменения бывают сезонные и годовые. Сбор геодезических данных с воздуха впервые был использован для обнаружения подводных лодок и получения гравитационной информации, необходимой для построения военных карт. Эти данные представляют собой уровни мгновенных возмущений гравитационного поля Земли, которые могут быть использованы для определения массы Земли, что в свою очередь может быть востребовано для проведения различных геологических исследований. Для осуществления дистанционного зондирования Земли в Казахстане была развернута спутниковая система. В апреле 2014 года состоялся запуск первого казахстанского спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения КАЗ-ИОСАД-1. В июне 2014 года состоялся запуск второго казахстанского спутника дистанционного зондирования Земли среднего разрешения КАЗ-ИОСАД-2. А в июне 2015 года была выполнена окончательная приемка космического аппарата высокого пространственного разрешения КАЗ-ИОСАД-1 и введение его в эксплуатацию. В декабре 2015 года состоялась окончательная приемка космического аппарата среднего пространственного разрешения КАЗ-ИОСАД-2 и ввод его в эксплуатацию. В Казахстане ведется активная работа по созданию и освоению космических технологий, в том числе методов дистанционного зондирования Земли. В стратегии «Казахстан-2050» запланировано создание космической системы дистанционного зондирования, ввод в эксплуатацию национальной системы космического мониторинга и наземной инфраструктуры, расширение собственной ниши на мировом рынке космических услуг, Постройка сборочно-испытательного комплекса космических объектов в городе Нур-Султан В стране разработаны технологии тематического дешифрования данных ДЗЗ. Предприятие «Астана Топография» установило три базовые станции с созданием сети между ними. Они предназначены для определения координат с помощью GPS по городу Нур-Султан и Акмолинской области. При помощи дистанционного зондирования решается перечень задач в сфере мониторинга сельского хозяйства. Зондирование уровня снежного покрова, оценка весеннего запаса влаги в почве, посевных площадей и контроль севооборота, дистанционная диагностика состояния посевов и прогноз урожайности, отслеживание динамики уборочных работ. Использование космического мониторинга позволяет оперативно получить данные об обстановке по линии уполнооченного органа в сфере гражданской защиты. С 2001 года в Казахстане Институт космических исследований начал развивать систему космического мониторинга чрезвычайных ситуаций. С 2002 года ведется оперативный космический мониторинг пожаров. С 2003 года происходит наблюдение за паводковой ситуацией в ряде областей. Система космического мониторинга чрезвычайных ситуаций работает в Актьюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылардинской областях. Сегодня на уроке мы научились выявлять методы дистанционного зондирования Земли. Определять степень применения дистанционного зондирования Земли в различных отраслях народного хозяйства и науки. Использовать дистанционное зондирование Земли для определения различных параметров, ландшафтов, природных и хозяйственных территорий. Узнали, как определять направление развития казахстанского блока дистанционного зондирования Земли и уже имеющиеся объекты и системы, включенные в народное хозяйство, науку и гражданскую защиту. Для закрепления полученных знаний предлагаем вам выполнить следующее задание. Внимательно изучите рисунок и проанализируйте. В Казахстане осуществляется мониторинг чрезвычайных ситуаций. По данным ДЗ были составлены карты района озера Алаколь. О каком природном явлении идет речь? Используя условные обозначения, охарактеризуйте происходящую ситуацию. Объясните процесс получения и анализа данных дистанционного зондирования. Как вы думаете, можно ли ставить вопрос о том, какой из этапов наиболее важный? Обоснуйте ваш ответ. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok